2140 супер люкс это частичка советского счастья и комфорта но посмотрите сами велюр красивый пластик электронные часы немножко отечественного тюнинга все-таки тогда умели добавлять автомобилю некого шарма это потрясающая машина хоть и тесно зашел на автоспот и заметил что новых автомобилей стало гораздо больше а скидки за наличные уже не редкость оно и понятно машина везенная еще в двадцать втором прошлом году дилерами нужно продать и привести свеженькие двадцать третьего года и сделать это нужно максимально быстро так как валюта вновь скачет отсюда и цены хорошие скидки огромные скидки есть как за наличные так и за кредит trade in поэтому если планируете купить новый автомобиль сейчас самое лучшее время для этого при этом неважно в кредит планируете брать или за наличку на сайте автоспот точка ру вы найдете лучшие предложения при любых условиях покупки причем скидки могут достигать нескольких сот тысяч рублей согласитесь неплохо ссылку по традиции я оставил в описании снова москвич снова и сел и конечно же уникальный и конечно же капсула времени и конечно же у него бак посередине но об этом чуть позже а пока вот знаю было но я все-таки решил переснять причина банальна данный автомобиль ранее значит есть приятные отличия и он ближе к первой идее а идея создания данного автомобиля была проста омолодить освежить сильно устаревший 2140 мир менялся появлялись новые модели новые технологии направления а ссср выпускали по сути автомобиль середины шестидесятых а на дворе на минуточку уже заканчивались благословенные 70-е почему благословенные ну во-первых я родился во вторых завершилась культурная китайская революция закончилась вьетнамская война в десятых вступил указ об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма у нас появился первый советский многопроцессорный суперкомпьютер эльбрус 2 у них персональный компьютер apple 2 чувствуете самое же время обновить москвич обновлять начали в 1977 году первые прототипы великолепного sl 2140 были готовы к следующему году серийное производство началось в год олимпийский кстати так даже появился вас 2105 но я ни на что не намекает но москвич был длиннее пятака вас 4128 миллиметров а наш 4250 миллиметров и выше на 34 но уже на 70 миллиметров вроде немного но об этом попозже кстати если машина и устаревала морально то она все равно еще шла включая мировых требований по безопасности вот скажем ручки у сорокового заподлицо а буква е на правой части таблички под капотом табличка кстати стерлась из-за времени значит что 2140 соответствует евро нормам полное название звучит 2140 117 супер люкс или 2140 сл а также 1500 сл если для буржуев экспортное исполнение но чем же супер люкс отличается по сути декором сначала наши советские товарищи попросили американцев за немалые деньги в иностранной свободно конвертируемой валюте нарисовать те нарисовали нашим не понравилось или не смогли воспроизвести неважно а важно то что дальше делали сами и за зарплату в рублях главным по внешности стал розанов никита евгеньевич начнем с экстерьера и вы благородные доны поймете что москвич был номер один отечественного автопрома некоторые придуманные в москве идеи потом перекочевали к другим производителям вот например бамперы или бампера они пластиковые они наконец-то закрыли все эти корявые швы в них появились поворотники и габариты серебристая полоска стали прикрыла верхнюю часть бампера придав передку некую фирменность подобное только значительно проще и дешевле появится на вас 2107 в 1982 году но справедливости ради стоит отметить что пластиковый обвес производила югославская фирма сатурнус мы им тачки они нам комплектующие для тачек давайте еще спереди немного полюбуемся на автомобиль ведь из мелочей складывается целостный образ и у люкса он сложился окончательно вот скажем пустячок малозаметный но уже модно я про диски ну и пусть будет колпаки диски изменились с них пропали ушки крепления хромированного блина на их место пришла заглушка из черного пластика вообще черный цвет во многих местах заменил собой хромированное великолепие решетка радиатора с лаконичными буквами азлк почернели рамки дверей кузов пересек расчерк молдинга визуально разделив его а вот бак у него по-прежнему а что удобно можно же с любой стороны к заправке подъезжать но это все лирика а вот задние фонари выполнены из поликарбоната и они такие внушительные чтобы закончить с изучением экстерьера стоит еще отметить покрашенный в цвет кузова вентиляционной решетки с багажным отделением ничего существенного сделать не получилось я про его размер в 350 литров по тем временам немного в идеале он был укутан пластиком как у нас и это выгодно с эстетической точки зрения я вижу александр ты пользуешься хорошим маслом я диване это же вы только что положили да ну и что я же знаю что друзьям советовать кстати ссылочка на это масло будет в описании ох не люблю этот аттракцион велкам на задний ряд и ручки москвичовские эти тоже не люблю но ради чистоты эксперимента мягко и не стучится полу ягодица об арку вообще удобно если спереди сидит гном а справа сидит пустота обратите внимание даже еще заводские пакетики закрывают карты дверей отделка салона изменилась радикально насколько это возможно над красотой нового салона работал художник в лучшем смысле этого слова александр сорокин под чутким руководством главного и получилось славно для своего времени я чё вперед ты не пересел по двум причинам первая причина это ты а вторая все твои мечты я говорил что машина ранняя вот и подголовники здесь не пластиковые а мягкость ну и обивка немного другая и что пепельница сиденья приобрели приятность тактильной точке зрения обивку пол ворсистый и создает неизвестное советскому человеку ощущение люксовости в салоне переводя на русский богатство ранний еще был богаче ковры повисли и на дверях сиденье с беступенчатой регулировкой спинки такое у жигулей появится никогда спутники но это чуть позже обратите внимание на низкое торпедо напоминает восьмерочные да но восьмерка родится только через четыре года если вы присмотритесь то дверные накладки кстати в цвет салона это единая линия с торпеда вот это и называется дизайнерское решение снимая шляпу визуально все круто борода не втыкается в центральный тоннель а парит над ним кстати штат нашел радиоприемник а 275 муромского радиозавода мне кажется они до сих пор их выпускают но у нас установлена иностранная игрушка ручка двери нет курок не сильно удобно но зато ей же и блокируется дверь кнопочки нету обогрев стекла заднюю кстати форточка пропала пора открыть капот не сильно хочется но традиция надо под ним бензиновый ряд на четырех цилиндров объемом 1480 кубических сантиметров максимальная мощность 75 лошадиных сил при пяти тысячах восьмистах оборотах в минуту максимальный крутящий момент сто семь целых девять десятых ньютон метра при трех тысячах четырех стах трех тысячах восьмистах оборотах в минуту в-образное расположение клапанов их привод коромыслами особенность чугунные гильзы в алюминиевом блоке а еще на люксе установили да сами знаете от кого и трамблер лицензионный от bosch табличка синяя а не черная ну была когда-то синяя про бмв рассказывать ладно не буду нас ждет вперед и только вперед москвича За рулем запомнит этот момент навсегда Это вам не однотипные по своей манере Жигули Причем я совершенно не ругаю и не возвышаю какую-то марку И там, и там классно Но «Москвич» это немного другое Во-первых, «Москвич» это машина для высоких и длинноногих Но узкоплечих, потому что широкий друг рядом Это зло А вообще все ощущения сугубо личные и не являются объективностью Зато точно, что объективно 2140SL немного веселее разбегается, чем просто 2140 Одна из причин проста и чисто механическая Редуктор заднего моста с передаточным отношением 389 Назвали его скоростным и в дальнейшем стали устанавливать на простой 2140 Архаичная подвеска, как на комфортабельной телеге Как можно ее сравнивать с современными? Это узел вечный Этот узел душу связывает восторгом Этот узел, завязавшись раз, не развяжется Если вы не поняли, о чем я, мне вас жаль Модель выпускали недолго, до 1987 года Люкс ушел с конвейера даже раньше своего сурового брата 40-го Был ли он популярен? Не так сильно, как хотелось бы Но он позволил заводу с честью дотянуть До выпуска современного по тем временам АЗЛК 2141 В заключении, москвичом сегодня может быть не только москвич Но это не важно Не надо стесняться темных времен Не надо оправдываться, объяснять, агитировать Надо честно делать свое дело И тогда москвич воскреснет и будет счастье Надеюсь Продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok